За без малого 4 года работы это самая доброжелательная прямая линия. Из 20 звонков практически 15 начинались с фразы «благодарность горожан за те преобразования, которые происходят в нашем городе». Это просто комплементарно в отношении власти в том числе. Я очень рад, что брещане – это очень доброжелательные, конструктивные люди, которые видят преобразование в нашем городе и желают нести свой вклад в его дальнейшее продвижение. И практически каждый в той или иной аргументации, подчеркнул Александр Рогачук в своем интервью журналистам, обращался к тысячелетию Бреста. А это значит, что тема знакового для города юбилея с точки зрения информативности дошла до каждого человека. Но есть и другие исключительные моменты, которые случаются не так уж часто на прямых телефонных линиях. Это звонок иногородний из Российской Федерации, из Ижевска, города Побратима, Бреста. Впервые звонок из Российской Федерации на прямую линию регионального уровня с очень конкретным деловым предложением в контексте нашего экономического форума городов Побратимов. И вот этот руководитель торгового дома, который позвонил мне на прямую линию, он выступил с очень конкретным предложением, как поднять нашу фабрику «Идеал», которая является резидентом свободной экономической зоны и сейчас испытывает сложные времена. Но прямая телефонная линия не ограничилась лишь словами благодарности. Как всегда поднимались вопросы, касающиеся ЖКХ, транспорта, нынешних изменений в поступлении детей в гимназии, а также очередей медучреждениях при выдаче справок для поступления в школы и детские сады. А это и есть тот маркер, который вычленил проблемы. Брещане неоднократно высказывали свои конструктивные предложения, касающиеся той или иной сферы жизнедеятельности города. Если есть проблема транспортного обеспечения жильцов Тельмы-2, есть проблема, надо ее решать. По крайней мере, уже тут понятно, что мы будем ее решать посредством городского транспорта, маршрутных такси и так далее. Если есть проблема не обязательности энергетиков по включению горячей воды, а точнее не по информированию, что есть какой-то форс-мажор, который не позволяет выполнить свои ранние обещания, надо где-то здесь тоже усиливать. Поэтому абсолютно конструктивный и полезный разговор. Вопросы рассматривались достаточно оперативно, поскольку на прямой телефонной линии всегда присутствуют специалисты городских служб. А потому обратившийся человек может не только решить свою проблему, но и получить консультацию от компетентного руководителя. А потому та четкая наработанная система в плане проведения прямых телефонных линий, система, которая дает результат, должна быть и будет, подчеркнул Александр Рогачук. В разговоре с людьми важно донести информацию, а какая это будет форма общения, не столь важно. Кстати, уже в эту субботу, 16 июня, мэр города проведет открытый диалог со всеми брещанами. Цель встречи, которую я анонсирую, встречу в субботу, довести до горожан, до активных горожан, потому что только активные люди придут на встречу, правильно? Ведь что мы сейчас имеем по готовности тех или иных объектов, какие объекты будут сданы в этом году, что мы видим в перспективе, потому что тысячелетиям жизнь не заканчивается. Мы должны сейчас уже строить планы на 20-21 год по другим объектам, прежде всего социальным объектам. Есть уже определенные материалы, которые я должен просто людей донести. И вместе с тем мы должны, опять же, на этой встрече, которая будет в субботу, должны услышать друг друга. Потому что очень часто вот эта наша недослушанность, как с одной стороны, как и с другой стороны, способствует каким-то ненужным инсинуациям на те или иные темы. Понимаете? Это выгодно и для власти, это выгодно и для жителей города быть услышанным и понятым друг другом. Лариса Осмолович, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Продолжение следует... Продолжение следует...